Всем привет дорогие зрители! Выхожу уже наверное на финишную прямую испытаний полистирол-бетонных составов из которых собираюсь весной начать строительство своего дома уже устал если честно заливать блоки уже хватит вон сколько их позаливал и сегодня еще два предстоит залить наверное потом какое-то обобщающее видео сниму, расскажу все свои ошибки которые там допустил по блокам ну и какое-то там общее итоговое мнение почему решил снять еще одно видео потому что до этого я заказывал СДО-добавку в Одессе а это заказал в Черкассах в Одессе я так посмотрел она мне чисто по внешнему виду не сильно понравилась думал какое-то хозяйственное мыло разбавили и продали мне под видом СДО и у них же еще заказал фибру фибра намного дешевле получилась эту фибру я покупал для прошлых замесов 600 грамм по 170 гривен пачка а вот здесь вот пачка идет 900 грамм и стоит она 85 гривен а на опт вообще 75 и здесь 900 грамм а здесь 600 грамм поэтому в два раза дешевле фибра и эта фибра стекловолоконная пишут эффективность плюс 100 процентов от полипропилена вот это вот полипропиленовая ну конечно каждый кулик свое болото хвалит но попробую сегодня в этих замесах вот эту фибру и они же мне прислали листик распечатку по составу полистирол бетона разных марок именно поэтому сегодня решил снять видео по ихней пропорции очень интересно у них тут написано на марку цемента М400 нужно 330 килограмм цемента это на плотность Д400 СДО судя по всему я добавлял меньше чем надо потому что они тут пишут что нужно полтора литра на один куб полистирол бетона а до этого я добавлял из расчета литр на полистирол бетонный куб еще очень интересный пункт они написали что при использовании цемента марки М500 часть цемента 25% необходимо заменить речным песком мытым прям не желательно там возможно а необходимо заменить речным песком купил специальный 500 цемент для этого теста чтобы именно по их пропорции то есть 75% буду ложить цемента по килограммам и 25% заменю песком песок конечно не мытый но это вознесенский песок в Одессе все берут его в основном он такой меленький без глины и второй блок наверное замешаю на 400 цементе так же самое заменив 25% песком посмотрю есть ли разница 400 с 500 и в оба блока буду добавлять фибру из расчета как они рекомендуют 900 грамм на куб то есть посчитаю сколько мне нужно на один мой замес написано за 2-5 минут до замешивания замочить в воде и медленно размешать чем я и занимаюсь разбухло просто не знаю раз в 10 наверное в 20 по сравнению с тем объемом что я только что засыпал просто такое ощущение что все ведро одной фибры так ну постояла 5 минут фибра вся разбухла очень хорошо намокла уже в процессе вымешивания так понимаю она распределяется в бетономешалке так вот вспенилось все держится одной массой множество пузырьков воздуха для этого собственно СДО и добавляют оно работает и как воздухововлекающая добавка и как пластификатор будем добавлять цемент из расчета 330 килограмм на куб минус 25% которые займут песок в общем я уже второй раз тупо парю тест с фиброй но вот как как ее правильно добавить я не знаю расскажите мне кто-то в комментарии напишите как эту фибру правильно добавлять потому что замачиваешь не замачиваешь но она вот такими вот кусками просто катается в бетономешалке отдельно от всего раствора в общем подоставал фибру поразделял покидал обратно в бетономешалку фибры там непонятно но сам растворчик мне очень нравится очень пластичный хорошо все вспенилось нормально это СДО судя по всему второе то что я заказал растворчик очень пластичный получился вон полная форма и аж он столько вот еще больше пол ведра сколько там 14 килограммового осталось растворчика то есть очень хорошо вспенилось этим СДО не буду говорить что то одесское СДО было хуже я просто судя по всему его меньше добавлял чем надо было то есть его тоже примерно литра полтора нужно было на куб я добавлял его всего там в районе 30 миллилитров а этого сейчас на этот замес добавил 60 поэтому вспенился раствор просто отлично очень такая пластичная масса очень воздушная полная форма еще можно сказать пол формы реально ну может процентов 30 от той формы осталось в ведре то есть конечно СДО это половина успеха полифтерол бетона так и второй замес все то же самое буду делать только с 400 цементом посмотрю есть ли разница по крепости так же самое 25% добавлю песка в него и фибру фибру возьму наверное добавлю сухой не буду замачивать добавлю сухой в ведро с песком и вот перемешаю в сухом ведре с песком и добавлю вот так вот в сухом состоянии в бетономешалку во время замешивания уже с цементом и шариками мне кажется что так фибра не будет слепаться кусочками в общем попробую вот такая вот масса получилась тоже все очень хорошо вспенилось очень пышная по фибре по фибре пока непонятно в общем с фиброй буду изучать как ее правильно добавлять но масса получилась такая же пластичная как и в тот замес можно выгружать форму и вот такое вот ведро кашки-малашки получилось это я вышкребал бетономешалку после второго замеса то есть там было чуть больше пол ведра ну еще примерно столько же добавилось то есть одинаково получилось замеса потому что одинаковое количество добавил компонентов что СДО что цемента что песка и вот эти вот две формочки отправляются домой застывать потому что сейчас мороз в Одессе и сегодня у нас 18 января через пару секунд увидимся так ну что друзья 26 января блоки примерно недельку застыли дома принес их в мастерскую и смотрите какая история случилась блок на 500 цементе абсолютно весь потрескался трещины практически через весь блок идут мелкие вот тоже то есть смотрите 400 абсолютно никаких трещин нету и все вообще блоки которые заливал до этого никто не трескался только почему-то на 500 цементе потрескался весь блок самому интересно почему так ну и будем разбирать короче больше формочки смазывать водой не буду потому что их просто невозможно оторвать от блока так по внешнему виду оба блока получились примерно одинаковые стеночки в принципе гладенькие не сказать что идеальные но гладкие стенки со всех сторон так чисто на ощупь на ощупь продавливается явно продавливается вон смотрите вот уже сколько моего пальца я продавил в блок а здесь вот здесь покрепче да чувствуется сразу все это максимум что я могу пальцем продавить да 500 покрепче будет блок на 400 цементе 14 400 блок на 500 14 ровно так получилось 14,4 и 14 килограмм один блок это 0,036 куба то есть 0,6 на 0,3 на 0,2 это 0,036 и таких блоков получается в кубе 27,77 штук как и вот таких вот газобетонных поэтому если мы 14,4 умножаем на 27,77 то получается 399 килограмм то есть по факту плотность такого блока является D400 этого чуть-чуть не дотягивает хотя на 500 цементе там 388 килограмм получается на куб вот такого вот полистирол-бетона распилим, посмотрим ну честно легко пропилился, реально легко почти что как почти как без песка пилил блок практически то же самое по ощущениям так это у нас 500 это у нас 400 смотрим тут у меня опять цемент не растворился влаги напитывают много в мастерской лежат вон смотрите видите капельки висят то есть прихожу работаю включил дуйку она мне температуру нагнала и уфошка потом ухожу а здесь все замерзает намерзает и потом вот так вот стены текут и капает все короче сырости много в мастерской поэтому цемент быстро приходит в негодность к сожалению и вот потом такие вот получаются не застывшие кусочки так ну фибры фибры короче я вообще не вижу в этих блоках с фиброй буду учиться ее правильно добавлять там в комментарии мне написали как можно попробовать но фибры короче в этих блоках нету так ну так на растрескивание я думаю разницы особой не будет но попробую все равно потом стамеской пошкрябаю и еще принес тиски советские вот в тисках мне будет интересно какой блок будет выдерживать большую нагрузку на сдавливание так ну интересно что у нас будет с зубилом а четырехсотый вот так вот не треснул 500 и треснул а четырехсотый нет еще раз пробую да несмотря на то что фибры в блоке практически нету но видите газобетон бы уже разлетелся просто по кускам от вот такой вот стамески из фиг знает сколько цитой арматуры так оно интересно как ломается так 500 тут толще возьму где потоньше вот тут ох нифига себе да есть разница оно тут ох я да так на ощупь конечно ломается 400 намного легче чем 500 да явно явно 500 тут по прочности выигрывает сейчас стамеской и потом натиски ну да 500 в этом плане выиграл также обращаю внимание что вот все тесты которые я делаю с полистирол бетонными блоками я делаю примерно после недели как они застыли то есть бетон еще не набирает марочную прочность хотя бы месяц нужен для того чтобы он набрал 100% прочности поэтому провожу все тесты вот так спустя неделю а потом все вот эти тесты которые я делал все блоки которые я заливал я после последнего теста чтобы прошел месяц и всех их еще раз протестирую может какой-то блок нас с вами удивит ну а касаемо именно этих двух образцов то могу сказать что по прочности они меня честно не особо вдохновили то есть спустя неделю когда я допустим шкрябал блоки один к одному с песком то они были намного крепче а здесь ну по ощущениям просто как обычный блок замешанный на чистом цементе на чистом цементе и СДО поэтому если уже добавлять песок в блоки чтобы он чтобы полистирол бетон становился так сказать конструкционным то нужно добавлять его один к одному на мой взгляд а если уже добавили песок сюда и получается блок и не теплый потому что песок уже в нем есть и не крепкий особо потому что песка 25% особо крепости этим блоком не дало поэтому этот вариант замеса по вот этому листику можно сказать что не пойдет так ну и попробуем на тисках подавить это у нас 500 это у нас 400 думаю что 500 явно должен выиграть делаю специально такую конструкцию посередине болт потому что если просто сдавливать тисками то за счет площади тиски продавят оба варианта а если сделать такой вот балансир то тот который будет более крепкий он будет больше противостоять и значит тот который будет слабее будет больше вдавливаться если без этого болта то вариант испытаний будет неправильный так ну вот смотрим да болт ровно по центру здесь 500 и здесь 400 какой больше выдержит сразу видно да в какую сторону ползет труба однозначно давим опять однозначно однозначно сразу же все 400 пополз так давайте поменяем местами тут 400 500 500 все болтик по центру да по центру как говорится комментарии излишне 500 цемент намного крепче для полистирол бетона чем 400 в общем друзья как видите нет у меня каких-то лабораторных специальных приспособлений для испытаний полистирол бетона вот такие вот обычные советские тиски стамески в общем по народному показываем по простому испытания полистирол бетона для того чтобы найти оптимальный состав для того чтобы можно было построить свой дом в сегодняшнем видео явно 500 цемент победил по сравнению с 400 так в принципе и должно было быть потому что это все таки 500 надеюсь видео было вам полезным а в следующем видео хочу залить сразу три блока три блока по пропорции из трех ютуб каналов в общем канал самопал продакшн и канал строй свой самострой ребята построились уже дома уже там ремонты в них делают они построили из полистирол бетона с большим добавлением песка у одного это пропорция 1.1.6 у второго пропорция 1.3.8 по моему то есть один цемента 3 песка и 8 пенопласта вот и третий блок хочу залить все таки очень многие строятся из полистирол бетона по гостовским стандартам то есть без песка и очень сильно в комментарии яро защищают Игоря Рязанца который специальную таблицу даже там сделал на своем канале вот по его таблице хочу залить полистирол бетон ну скажем D500 и посмотреть что получится сравнить эти три блока в общем следующее видео тоже будет интересно а на сегодня спасибо большое за просмотр всем хорошего дня до новых встреч пока пока Продолжение следует...